Вот на этом месте у меня находился гараж, который я приобрёл в 89-м году. А в 22-м году приехал, гаража моего нет. Всё было снесено. С таким недовольством рассказывает о сносе своего гаража Юрий Савосин. По его словам, в июле 22-го года постройку снесли незаконно. Сделали это представители ДЭПа. На Озёрной 2 находились дом и сарай. Их снос полностью узаконен, соглашается Юрий. А гараж просто разбомбили в придачу. Хотя никаких постановлений на этот счёт собственнику не предъявили. Написал претензию и в ДЭП, и в администрацию. Оттуда получил очередные отписки. Мы ничего не знаем. Ну и я нанял адвоката. Адвокат мне составил иск, подал в суд. В суде мне было отказано из-за необоснованности претензий. После этого я пошёл к прокурору. Написал туда обращение. После этого завели уголовное дело. Ну и дело быстро закрыли. Написали владельцу, что гараж снесли по причине разбоя. В письме сообщили, что Юрию нанесли телесные повреждения. Хотя мужчина за всё время ни разу не пострадал от рук злодеев. Там я писал, прошу виновника найти. Кто снес мой гараж. А мне не пишут совсем про другое. Здесь вот, уже совсем писанин другая написан. Откуда телесные повреждения взялись? Я ищу найти виновника, кто снес. Я даже больше провёл расследование, чем эта полиция. Они ничего не искали, никому претензий не предъявляли. Уже два года Юрий Савосин борется за то, чтобы ему компенсировали стоимость снесённого имущества. Но пока безрезультатно. В администрации города нам сообщили, что гаража на момент сноса дома и сарая на обозначенной территории не было. 7 июня 2022 года Департамент городского хозяйства заключил муниципальный контракт СДЭП на выполнение работ по благоустройству территории. В контракте были предусмотрены работы по сносу заброшенного дома по улице Озёрной. Специалисты ДГХ выезжали на место, чтобы оценить объём работы, дать подрядчику конкретное задание. На территории был сгоревший, брошенный дом. Ну и там какие-то строюшки деревянные. Никаких кирпичных гаражей, каких-то других строений на территории, прилегающих к этому дому, мы как бы не видели. Не зафиксировали. Поэтому подрядчику было строго указано, что нужно снести дом деревянный и вот эти сараи. Ну что он в конце концов и выполнил. Савосин Юрий Алексеевич обратился в суд с иском о признании действий на УДЭП незаконными. Суд рассмотрел исковое заявление и иск не удовлетворил. Мы продолжим разбираться в истории гаража, который то ли был, то ли нет. Мы отправили запрос в ДЭП, чтобы уточнить, какие именно строения они снесли на Озёрной 2.